Пока Эрол, застреленный село, борется за свою жизнь в больнице, Кадир, винищий во всем этом себя, делает все возможное, чтобы как можно скорее передать село полиции. Надеясь найти своего отца, Айлис столкнулась с тем, что у нее есть брат-близнец. Какой ответ она получит, столкнувшись с матерью? Сможет ли село, ставшее беглецом вместе со своим сыном Умутом, бросить все и уйти далеко? Кадир, которого ударил село, выигрывает битву за жизнь. Но село не отказался от намерения отомстить Эролу. Эрол же не может нести вину за разрушенные жизни после непреднамеренно вызванной им смерти. Пока Айлис пытается узнать, кто ее отец, Кадир, наконец, находит разгадку. Мерием, которое появляется перед село, когда он меньше всего этого ожидает, удивляет его своим сходством с Захиде. Видео, которое получает Джемаль, показывает ему, что он не единственный человек, который знает о совершенном им убийстве. Село Эрол, встретившееся лицом к лицу в стеклянном доме, наконец-то поделится своим козырем. Трагедия, постигшая Захиде, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джемаль и Михри пытаются спасти Эрола из этой ситуации, а с другой – село, желающее отомстить за жену. Пока Кадир расследует, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который не оставляет Айлис одно ни на мгновение после того, что она пережила с Сирканом, поддерживает Айлис в поисках отца. Когда село Эрол, наконец, встретится лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить село. Айлис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается, у него больше нет сил убедить Айлис. Но вскоре Айлис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. Однако после случившегося переубедить Кадира будет непросто. Эрол и село снова встречаются и сильно ссорятся. Эта драка заставит село покинуть дом вместе со своей семьей, и произойдет великая трагедия. Айлис потрясена, когда фамильные кольца отца Кадира скатываются и приземляются к ногам Айлис. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Айлис, они пугают Айлис. Потому что Айлис собирается выйти замуж за другого. Айлис, он научился никому не привязываться, когда мать оставила его в детском доме. Вот почему она хочет выйти замуж за Серкана. Он не влюблен в нее. В его глазах это просто убежище. Но все меняется, когда он видит Кадира. Он сразу понимает, что это то чувство, от которого он бежал годами. Хоть Айлис и старается держаться подальше от Кадира, жизнь связывает их невидимыми нитями, и каждый раз они снова сходятся вместе. Встретив эти чувства, Айлис не может выйти замуж за Серкана, но старается держаться подальше от Кадира. Когда Айлис и Кадир наконец воссоединяются, раскрывается большая тайна. 13 марта 1992 года. Дата, когда семья Эрен была рассеяна сильным землетрясением. Кадир Эрен открывает глаза, когда считается, что он умер в возрасте 17 лет, и его кладут рядом с другими трупами. Он вернулся к жизни, но потерял отца, которого любил больше жизни. Его мать вышла замуж за другого мужчину. Кадир не может снова держаться за жизнь, ему всегда чего-то не хватает. Пока он не увидит Айлис, фамильное кольцо его отца, которое он в тот день так и не снял с пальца, скатывается и приземляется к ногам Айлис. Точно так же, как кольцо его отца пришло к его матери. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Айлис, они пугают Айлис. Потому что Айлис собирается выйти замуж за другого. Поскольку грязные тайны двух семей раскрываются одна за другой, выдержит ли любовь Кадира и Айлис это испытание? Трагедия, постигшая Захиди, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джемаль и Михри пытаются спасти Ирола из этой ситуации, а с другой – Село, желающее отомстить за жену. Пока Кадир расследует, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения Село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который не оставляет Айлис одно ни на мгновение после того, что она пережила с Сирканом, поддерживает Айлис в поисках отца. Когда Село и Эрол наконец встретятся лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить Село? А Элис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается, у него больше нет сил убедить Айлис. Но вскоре Айлис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. Однако после случившегося переубедить Кадира будет непросто. Эрол и Село снова встречаются и сильно ссорятся. Эта драка заставит Село покинуть дом вместе со своей семьей, и произойдет великая трагедия. Айлис потрясена, когда фамильные кольца отца Кадира скатываются и приземляются к ногам Айлис. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Айлис, они пугают Айлис. Потому что Айлис собирается выйти замуж за другого. Айлис, он научился ни к кому не привязываться, когда мать оставила его в детском доме. Вот почему она хочет выйти замуж за Серкана. Он не влюблен в нее. В его глазах это просто убежище. Но все меняется, когда он видит Кадира. Он сразу понимает, что это то чувство, от которого он бежал годами. Хоть Айлис и старается держаться подальше от Кадира, жизнь связывает их невидимыми нитями, и каждый раз они снова сходятся вместе. Встретив эти чувства, Айлис не может выйти замуж за Серкана, но старается держаться подальше от Кадира. Когда Айлис и Кадир наконец воссоединяются, раскрывается большая тайна. 13 марта 1992 года. Дата, когда семья Эрен была рассеяна сильным землетрясением. Кадир Эрен открывает глаза, когда считается, что он умер в возрасте 17 лет, и его кладут рядом с другими трупами. Он вернулся к жизни, но потерял отца, которого любил больше жизни. Его мать вышла замуж за другого мужчину. Кадир не может снова держаться за жизнь, ему всегда чего-то не хватает. Пока он не увидит Айлис, фамильное кольцо его отца, которое он в тот день так и не снял с пальца, скатывается и приземляется к ногам Айлис. Точно так же, как кольцо его отца пришло к его матери. С этого момента жизнь всегда сводит их вместе. Хотя эти встречи каждый раз приближают Кадира к Айлис, они пугают Айлис. Потому что Айлис собирается выйти замуж за другого. Поскольку грязные тайны двух семей раскрываются одна за другой, выдержит ли любовь Кадира и Айлис это испытание? Трагедия, постигшая Захиди, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джемаль и Михри пытаются спасти Эрола из этой ситуации, а с другой – Село, желающее отомстить за жену. Пока Кадир расследует, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения Село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который не оставляет Айлис одно ни на мгновение после того, что она пережила с Серканом, поддерживает Айлис в поисках отца. Когда Село и Эрол наконец встретятся лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить Село? Айлис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается, у него больше нет сил убедить Айлис. Но вскоре Айлис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. Однако после случившегося переубедить Кадира будет непросто. Эрол и Село снова встречаются и сильно ссорятся.